Привет, друзья! С вами канал Авантуристы Маловы. Это канал приключений, позитива и добра. В первых строках этого видео я хочу извиниться перед вами за отсутствие на ютубе уже продолжительное количество времени. Это связано с тем, что мы в этом сезоне работаем одновременно на двух катамаранах в двух странах. Как это Корватия и Черногория, и время для съемок катастрофически не хватает. Ну а сегодняшнее видео я хотел бы посвятить техническому инструктажу, потенциальному шкиперу катамарана SunRiff 50. Я думаю, что это видео будет полезно как тем, кто хочет связать свою жизнь со шкиперской профессией, так и потенциальным шкиперам, которые присматриваются к работе на вот таких вот катамаранах SunRiff и не только. В этом видео я коротенько пробегусь по техническим узлам, характеристикам, в общем, по всем тем пунктам, которые должен знать на первых порах шкипер, управляющий данной лодкой, чтобы быть в курсе всех нюансов систем, их работы и так далее и тому подобное. Что ж, вот такое вот видео попытаемся сейчас записать. По возможности лаконично, коротенько, насколько это будет возможно, и не нудно. Поэтому берем конспекты, ручки, чаек, кофеек и погнали на инструктаж. Тут-тут туристы, авантуристы, усь все приемно, усь все корыстно, тут-тут туристы, авантуристы. Итак, начнем с берега и краткой технической характеристики катамарана SunRiff 50. SunRiff 50 имеет в длину 15 метров 20 сантиметров и в ширину 9 метров 20 сантиметров. Осадка катамарана 3,20. Будьте внимательны при заходе в мелкие лагуны, а также в незнакомые марины, возможно, посадка на мель. Дальше. Сухой вес данного катамарана 37,5 тонн. Загрузка водой это у нас 800 литров, 2 бака по 400 и загрузка топливом 2 бака по 700 литров. Вот такие вот у него баки. Следующее. Запитка от берега проходит по двум кабелям. Вот у нас такой вот адаптер. Вот это наш стационарный кабель питания. Очень толстый, очень тяжелый, очень неудобный. А в маринах гостевых, куда мы будем просто заходить на 1-2 дня, мы будем использовать легкие кабеля, о которых где лежат и как ими пользоваться, я покажу позже. Два кабеля питания нужны для... Первый кабель питания у нас отвечает за запитку лодки и за зарядку батарей. Второй кабель у нас отвечает исключительно за питание кондиционера. Они у нас подключаются вот к таким вот двум кабельным вводам. Они пронумерованы. Первый кабельный ввод это у нас общая сеть лодки. Второй кабельный ввод это у нас кондиционер. сразу же трапик трапик управляется вот с такого стационарного пульта управления из пульта управления дистанционного брелочка которые я покажу как работает и где лежит чуть позже следующее гидравлическая платформа максимальная грузоподъемность 750 килограмм довольно таки прочная уверенная мощная управляется из двух мест стационарный пульт чтобы ее поднять или опустить самое главное не забыть не забыть убрать вон те вот металлические пины которые поддерживают платформу в поднятом состоянии для того чтобы их убрать нам нужно нажать вот эти вот кнопочки влево вправо это как раз кнопочки которые у нас управляют выдвижением или убиранием этих самых пинов и далее вверх и вниз мы управляем платформой не забудьте убрать пины и не забудьте на них поставить платформу когда она уже в поднятом состоянии есть еще также брелочек как он выглядит где лежит и как работает покажу чуть позже дальше двигательные отсеки открываются двигательные отсеки вот таким вот образом в левом моторном отсеке у нас находится блок кондиционера блок кондиционера и ящики со всякими причин дал ами на что хочу обратить внимание в левом моторном отсеке нас интересуют два щитка вот один за ящиком 2 вот этот вот данный блок предохранителей автоматов отвечает за работу кондиционер вот если включить здесь вот этот вот главный рубильничек у нас запитывается вся эта стойка автоматов и кондиционер начинает работать если же он нам не нужен мы этот автоматик опускаем чтобы у нас просто это все не светилась не горел в в этом блоке автоматов у нас находятся все автоматы отвечающие за питание от берега данные автоматы у нас отвечают в основном за кухню за кухню это плита это стиральная машина посудомоечная машина в общем все те потребители которые у нас не запитываются от батареи через инвертор таким образом надо понимать что для того чтобы включить плиту для того чтобы запустить посудомойку или стиралку нам необходимо если мы не подключены к берегу будет завести генератор имейте это ввиду вот эта штука это у нас насос для гидравлического трапика здесь у нас насос пресной воды по левому борту хочу обратить внимание вот на вот этот синий блок и вот эту красную кнопочку данная красная кнопочка это сброс автоматики защиты сухого хода в случае если у нас закончится вода в банках в баках и каким-то образом завоздушится система и насос перестанет работать даже после того как мы закачаем новую воду то надо будет обратиться вот к этой красной кнопочкой сбросить защиту от сухого хода и все снова заработает дальше вот на этом вот ящики мы видим работу от берега горят лампочки на тех входах где есть напряжение сейчас у нас подключено два кабеля кабель 1 береговое питание кабель 2 береговое питание генератор у нас не включен поэтому лампочка не горит и вот это два переключателя 0 понятное дело ввод выключен единичка это автоматический режим двоечка это режим мануальный и троечка режим от генератора от генератора работают оба ввода одновременно от берега каждый свой в принципе все стоит в автомате трогать ничего нам не нужно что есть здесь еще здесь есть еще два шкафа в которых в принципе лазить нечего здесь 24 вольтовые предохранители здесь автоматы которые практически вам не нужны автоматы на 220 вольт вводные ограничение по входному току здесь 63 ампера поэтому маловероятно когда эти вот автоматы в этом шкафу когда-то вырубятся 63 ампера это очень много и лодка столько не расходует но запас мощности у нее таков что здесь еще можно сказать вот тот кран рядом с редуктором это забор соленой воды на охлаждение двигателя имейте в виду что этот кран должен быть постоянно открыт если вдруг вы наблюдаете на приборах что у вас идет рост температуры первое что надо сделать это глянуть сюда не закрыт ли кран и второе потом посмотреть о том что фильтр не засорился пока мы не вышли из левого моторного отсека хочу показать место где включается аккумулятор стартовый и где включается байпас вот эти вот два выключателя вот они находятся вот так вот за насосом пресной воды один включает стартовый аккумулятор для левого двигателя и второй выключатель он параллелит две батареи левую и правую стартовую для того чтобы стартануть двигатель в случае если батареи подсевшие также хочу обратить ваше внимание вот здесь вот в таком вот очень неудобном месте вот краник находится вот здесь вот он он закрыт этот краник это краник гидравлической системы рулевого управления для того чтобы управлять лодкой в ручном режиме то есть с помощью аварийного румпеля нам нужно вот этот вот краник будет открыть тогда вы сможете управлять лодкой с помощью аварийного румпеля чтобы его вставить вам нужно открутить вот эту вот крышку где находятся аварийные румпели я покажу чуть позже и на этом экскурсия в левый моторный отсек у нас закончена переходим в правый моторный отсек у нас находится генератор генератор у нас может стартовать как изнутри вот мы здесь вот этой вот кнопочкой можем его стартануть так и внутри лодки есть удаленное дистанционное управление стартом генератора здесь есть у нас система запитки водой под давлением три фильтра визуальным образом оцениваем их загрязненность или по давлению входному и выходному положение вот этой вот ручки вверх означает что если вода подключена от берега под давлением то в лодке у нас водичка идет с давлением от берега если мы ее переключим вот так то у нас идет заправка баков заправка баков осуществляется по очереди когда заполнится один бак то автоматически система переключается на заполнение второго бака вот остается только не прозевать когда баки полностью наполнится о чем мы услышим что вода уже льется за борт перелив и тогда мы эту систему переводим ручку вверх и переводим снова в режим работы под давлением от берега в принципе вот все что нужно знать об этой системе также здесь у нас находится насос пресной воды правого борта также защита от холост хода сухого красная кнопочка на синем блоке здесь у нас вон там в глубине система гидравлического опускания платформы дальше вот в этом щиточки у нас выключатель стартовой батареи он тут один система отключения гидравлики румпеля он перекрытый краник вы видите когда нужно будет использовать аварийный румпель кран открывается в рабочем состоянии кран закрыт также здесь у нас есть опреснитель на 220 вольт он управляется как вот с этой панели так и с дистанционной панели внутри лодки это фильтры для опреснителя фильтр забора соленой воды для двигателя проверка его чистоты и так далее что еще тут есть бачок охлаждающей жидкости двигателя смотрим за уровнем охлаждающей жидкости здесь за уровнем масла двигателя смотрим вот там вот там вот если залезть туда там есть у нас щуп для проверки масла в двигателе вот в этом щитке находятся предохранители на 24 вольта у нас есть еще два кормовых кабистана вот эти кабистан чеки и вот кнопки управления кабистаном очень удобная штука единственное хочу обратить внимание две кнопки крутится кабистан в одну сторону крутится кабистан в другую сторону имейте в виду когда вы набрасываете сюда веревку не держите руки близко к этой катушке почему потому что это очень неудобный момент вы если неправильно нажмете на кнопку в какую не в ту сторону куда вам надо ваши руки затянет в эту лебедку вот поэтому будьте внимательны держите руки подальше от лебедки когда будете нажимать на эти кнопочки а так очень удобная штука для свартовки чтобы подтянуть лодку поближе дальше это кормовой душ вот кнопочка не забудьте что чтобы он не был все время включен чтобы просто не напрягать этот шланг чтоб не произошла протечка то есть он все время закрыт давление спущено вот его нормальное положение хранения дальше вот это вода пресная вода из системы под давлением сюда вставляем шланг и моем лодку это подключение воды под давлением с берега вот она вот так вот у нас подключено по левому борту у нас есть точно такой же кабистанчик как пользоваться вот этими уточками принципе вот так и пользоваться все значит также у нас есть пара стационарных швартовов с пружинами с цепями с пружинными амортизаторами мы если уходим ненадолго из домашней марины их можно оставлять на берегу а шпринге вот эти вот диагональные швартовы мы забираем мы забираем с собой и используем их как швартовы кормовые в гостевых маринах в форпиках у нас хранятся по правому борту основные принадлежности для мойки и чистки лодки щетки тряпки и химия свет включается вот здесь это длинные швартовы они же могут быть шпрингами в фальш полу вот в этом в правом форпике у нас лежат чехлы от парусов больше ничего не лежит вот эти вот карбоновые стойки и вот этот вот чехол они нужны для установки летнего солнцезащитного тента вот на вот эту переднюю террасу дальше хочу обратить внимание сразу на нюансы вот этих вот лежанок с откидными спинками обращаю внимание на то что эти спинки первый щелчок второй щелчок эти спинки очень нежные и обязательно инструктируйте гостей лодки как ими пользоваться первый щелчок спинка зафиксировалась чтобы ее снова сложить нужно щелкнуть еще раз и потом положить если этого не сделать то вот как в нашем случае уже щелчков нету и эта спинка уже не фиксируется это слабое место на санрифах что если люди хотят сложить или резко падают на эти штуки то они сразу же ломаются очень нежная штука внутри находится такой маленький маленький пипточек из металла довольно хрупкого и если приложить больше чем надо усилий попытаться закрыть насильно или просто навалиться то эти эти такие штыречки ломаются и после этого у нас эта спинка уже не работает обязательно инструктируйте гостей лодки о том что так делать не надо в этом локере у нас находится оборудование для опреснения второй 24 вольтовый опреснитель и став для мойки лодки керхер всякая химия для мойки лодки используйте не насадку для высокого давления вот а насадочку вот такую а насадочку для регулируемого давления вот такая она щадящая можно выбрать режим чтобы не сильно она драла и не испортила лодку в этом локере находится лестница для купания кормовая вот она находится и два запасных чехла для кранцев также в этом локере хранятся аварийные румпеля вот они алюминиевые вот они сложенные пристегнутые к стенке следующем локере находится у нас пульт управления якорной лебедкой вот якорная лебедка усы для нее стопор чтобы цепь не уехала у нас в штормовых условиях блок управления якорной лебедкой перед тем как ей пользоваться нужно включить вот этот вот автоматик вверх и тогда у нас запустится блок управления и можно будет пользоваться якорной лебедкой когда она нам не нужна автоматику мы выключаем все тут же у нас пристегнута щетка для мойки лодки с подключением воды очень удобная хорошая щетка и к ней также можно при прикрутить вот такую вот штуку если у нас потеряется основной багор это вот такой вот резервный спасительный вариантик у нас есть следующий рундук в котором хранится запасной якорь с десятью метрами цепи и веревка для него вот этот запасной якорь вот цепь его и вот там находится у нас веревка здесь у нас еще одно место для подключения воды под давлением пресной и здесь удобная штучка для того чтобы помыть якорь и якорную цепь во время ее подъема также хочу обратить внимание что в этом рундуке у нас находятся два предохранителя которые отвечают за защиту двух закруток генуи и генакера вот первое первый флажок это генуя и следующий флажок это генакер имейте в виду что если вдруг мы немножечко перестарались с закрутками генуи в основном генакера в основном она нежная всего лишь 30 ампер поэтому если вдруг перестала работать закрутка сразу бежите сюда и поднимаете флажок в рабочее положение все еще один технический рундук в нем просто лежит став форпик левого борта форпик левого борта хранит в себе лестницу бортовую если мы вдруг будем швартоваться лагом борта очень высокие два с половиной метра поэтому будет необходима установка вот такой вот бортовой лестнице хранится она вот здесь в фальш пола под фальш полом левого форпика находится легкие кабеля подключения к берегу и адаптеры на различные типы подключений также здесь есть таранная переборка которая вот постоянно герметично закрыта то есть это не рундук это не люк это просто вот такой вот постоянно закрытая штука для для безопасности ну а дверца это просто для ревизии имейте ввиду что она должна быть закрыта и затянута перед использованием парусов передних мы отстегиваем вот этот вот леер и если мы используем генакер то мы отстегиваем либо вот этот леер либо с другой стороны это нужно для того чтобы парус не перетирался леерами для удобства работы когда мы швартуемся на муринге можно также отстегивать вот эти вот леера и нам будет удобнее привязывать и работать с мурингами кокпит в кокпите у нас находится 4 4 рундука три из которых у нас закрыты вот этим диваном то есть нужно понимать что если нам нужно попасть вот в эти вот три рундука нам нужно будет открутить какую-то из секций этого дивана неудобно но что поделаешь сейчас не об этом в этом рундуке у нас находится помимо всякого стаффа самое главное у нас находится аварийная мануальная помпа которая выкачивает воду вот помпа а вот ее ручка данная помпа выкачивает воду как из основного поплавка левого в данном случае так и из моторного отсека для того чтобы переключиться между основным поплавком и моторным отсеком у нас есть вот такой вот вот он трехходовой клапан как кран который переключает между тем с теми отсеками из которых мы хотим откачивать воду также здесь предусмотрен еще один трехходовой кран который направляет воду которую мы откачиваем либо за борт либо вот по вот такому вот длинному гибкому шлангу туда куда нам надо переключается это вот вот там находится еще один трехходовой кран в случае если в моторном отсеке появилась жидкость и это не вода например соляра или еще что-то такое то по экологическим нормам безопасности данную воду естественно откачивать за борт нельзя и поэтому в моторных отсеках у нас стоят электрические помпы которые не срабатывают автоматически только в ручном режиме срабатывает сигнализация но помпы автоматически не включатся имейте это в виду как только сработала сигнализация мы открываем моторный отсек оцениваем что там у нас появилась если вода включаем в ручном режиме помпу и переключаем трехходовой кран на выброс воды за борт если это солярка то мы принимаем решение куда эту солярку откачивать но не за борт и для этого нужен вот этот второй шланг который будет откачивать жидкость не за борт вот такая вот штука точно такая же помпа но по правому борту находится вот в этом рундуке который заблокирован у нас вот этим диваном то есть чтобы добраться до помпы вот по правому борту нужно демонтировать кусочек дивана также в этих рундуках по поводу помимо мануальных помп у нас находится вот рукоятка экстренного глушения двигателя и в включатель системы пожаротушения то есть мы выдергиваем чеку вытаскиваем этот трос и в принудительно включаем систему пожаротушения по левому борту точно также мы поступаем если у нас есть необходимость включить систему пожаротушения либо глушение двигателя по правому борту в соседнем рундучке дальше стол стол здесь автоматически поднимается опускается чтобы это сделать вот тут вот нащупываем кнопочки нажимаем поднимаем опускаем все это что касается кокпита flybridge начнем с управление лебедками и подъемом парусов по левому борту очень удобный доступ к шкотом генуи и генакера желтый шкот это генакер белый шкот это генуя лебедка одна на двоих поэтому вот здесь стоят вот такие вот кулачки которые натягивают шкот когда он не нужен предупреждаю что это не рабочие кулачки они не удержат скот когда открытый парус просто для того чтобы веревки не болтались как для шкота генуи генакера так и для шкота генуи если у нас открыт генакер фиксируем скот вот здесь управление двух скоростные лебедки первая скорость вторая скорость это всегда они крутятся в одну и ту же сторону предохранитель который защищает данную лебедку тоже здесь и это две закрутки генакера и генуи очень удобно все под руками мы контролируем как открывается парус и здесь все что нам нужно для того чтобы его поставить удобно классно дальше то же самое со всеми остальными лебедками здесь лебедка управляется отсюда это у нас кнопочки погона погона гика шкота погон гика шкота находится вот здесь у нас вот он там находится погон гика шкока гитка шкота управляется из двух мест отсюда и отсюда вот пост управления на флайбридже вот такой вот это пульты двигателей это автопилот это управление лебедкой и это мульти прибор что здесь есть еще это сокет для подключения кабелей зарядки вот он герметичный так что это просто сокет дальше это пульт управления фароискателем фароискатель у нас находится вон там на мачте управление фароискателем влево вправо вверх вниз включить выключить и так далее это управление горном сигнальным работает только вот эта вот часть потому что у нас нету звуковой акустики для передачи голоса то есть только горн и только туманный сигнал дальше это управление гика шкотом старт стоп двигателя вот кнопки управления с включить зажигание и запустить двигатель и так если мы нажмем вот эти вот красные кнопочки они блокируют блокируют работу двигателей вот таком положении их нажимать не стоит дальше когда запущены двигатели вот здесь отображается информация о состоянии двигателя обороты расход топлива давление масла температура и так далее управление носовыми подрульками две носовые подрульки не носовая и кормовая а две подрульки левая и правая обе носовые чтобы включить вместе нажимаем одновременно две клавиши он выключаем of и вот так вот это работает управление внешним освещением осуществляется вот с этих вот кнопочек все они подписаны и все ясно и все понятно единственное что ночью вот эти подписи абсолютно не видно поэтому постарайтесь запомнить это все наизусть чтобы в темноте можно было без подсветочки обнаружить какую кнопку нажимать также отсюда отключается не первостепенная сигнализация я позже расскажу что это такое если у нас запищала сигнализация ее отключить диммер можно нажав вот эту вот кнопочку вот дальше черт черт плоттер rain marine является не основным черт плоттером и если вы включите только его то он будет пищать что основной черт плоттер не подклю не включен и он не получает основную навигационную информацию то есть нижний черт плоттер в салоне он у нас является ведущим ручки управления двигателями электронные что здесь нужно знать кнопочка синхронизации оборотов двух двигателей если мы ее нажмем данную кнопочку то нам достаточно будет управлять только одной ручкой а два двигателя будут регулировать обороты синхронно важно знать друзья если вы нажали кнопочку синхронизации двигателей это касается янмаров то она автоматически не отключается допустим когда мы поставили на нейтраль она не отключается и поэтому при заходе в марину когда уже нам нужно маневрировать работать двумя независимо двигателями не забывайте отжать кнопочку синхронизации потому что вы начинаете ставить реверс вы начинаете крутить эти ручки рычаги а ничего не происходит двигатели работают в одну сторону синхронно поэтому обращаю внимание кнопочка синхронизация нажимается и отключается только этой кнопочкой эта кнопочка у нас отвечает за перевод внимание на данную централь допустим чтобы переключиться между центральными управления мы ставим ручки в нейтральное положение и нажимаем кнопку сел таким образом мы перехватываем инициативу на данный конкретный блок управления двигателями вот эта кнопочка у нас отвечает за включение пульта дистанционного управления двигателями док мэйт данный пульт я покажу чуть позже просто он включается вот здесь вот на панели очки и отвечает как за якорную лебедку так и за подрульки и за управление двигателями дистанционно мы можем ходить по всей лодке и управлять ею независимо от того где мы находимся что еще что еще вот это у нас две кнопки блокировки работы подрулик допустим вам надо нырнуть что-то сделать чтобы кто-то случайно не нажал подрульку не включил вот так вот они блокируются эти подрульки в салоне салоне у нас есть главный пульт управления кондиционером все понятно все интуитивно все ясно когда у нас будет кондиционер включен в левом моторном отсеке когда он будет подключен к берегу либо когда будет работать генератор только тогда будет работать и кондиционер и тогда вот эта панель засветится и управлять можно как с конкретно каждой комнаты кондиционером так и с этого пульта нужно включить кондиционер на обогрев либо на охлаждение в общем здесь ничего сложного нету это пульт включение выключение сигнализации сигнализация установлена по всей лодке датчики движения датчики протечки датчики дыма датчики прочего прочего в общем в схеме которая прилагается к журналу шкипера все это и пульт управления лодкой внутренней в салоне выглядит вот таким вот образом здесь есть док станция также чтобы перейти сюда нужно поставить в нейтральное положение ту док станцию на которой вы уже работали в нейтральном положении находится ручка нажимаем cell и у нас загораются здесь зелененькие лампочки говорят о том что мы можем управлять с помощью этой штуки и начинаем ей рулить также пульт управления автопилотом здесь он вот с таким микро штурвалом блоки контроля состояния двигателя это управление этим монитором отдельное собственно монитор черплот райнмарин главный экран управления системами лодки о нем чуть позже подробнее дальше у нас панель контроля заряда разряда наших литий-ионных домашних батарей и уже знакомый нам пультик управление горном туманный горн просто горн здесь мы можем посмотреть по состоянию наших батарей как они себя чувствуют и видеть в каком состоянии находится у нас заряд или разряд батареи и так далее радиостанция номер два дальше что у нас есть еще под этой крышкой старт-стоп двигателей и уже знакомые нам кнопочки блокировки старта двигателей здесь все понятно дальше это пультики управления управление пожара тушением вот это точнее контроль их контроль их состояния это дистанционный пульт управления генератором чтобы его запустить нужно нажать кратковременно кнопочку старт у нас появляется здесь информация опрашиваются все системы и вот так уже выглядит состояние готовности к старту дальше мы нажимаем и уже не отпускаем кнопочку старт держим до тех пор пока у нас не появится здесь циферки 220 вольт 50 герц и потом ее потом палец кнопочку можно отпустить чтобы заглушить нужно нажать и держать кнопочку стоп с этим все это дистанционный пульт управления опреснителем на 220 вольт вот так вот он выглядит данный опреснитель промывается один раз в неделю самостоятельно то есть вот если он включен и все хорошо раз в неделю он сам себя промывает то же самое происходит с опреснителем на 24 вольта пультик управления вот такой вот более простенький пульт управления трюмными помпами как я и говорил в моторных отсеках помпы не автоматические они только мануальные вот мы включили помпы если там вдруг появится вода у нас здесь будет пищать кричать и светится лампочка в каком моторном отсеке обнаружена вода в основном отсеке левом и правом помпы автоматические вот сейчас они включены в автомате можно их выключить можно перевести в принудительный режим откачки также у нас есть почти герметические отсеки в форпиках там где-то сантиметров 60 до перелива в них не стоят помпы но зато стоит сигнализация сигнализация аякс о которой я чуть позже коротенько расскажу то есть если появляется где бы то ни было вода форпиках в основном отсеке или в двигательном отсеке 6 датчиков протечки воды нам за сообщат на телефон придет смс к на телефон придет сирена все будет кричать пищать что у нас где-то появилась вода то же самое по датчикам дыма от аякс все придет к нам на телефон все будет пищать на лодке и все будет говорить о том где у нас находится источник дыма или дай бог огня есть такое дело вот этот наш бортовой планшет бортовой планшет на котором у нас есть возможность управлять основными нашими системами видеонаблюдение сигнализация запустится вот постановка снятия сигнализации это контроль всех комнат и так далее и тому подобное то есть мы вот видим здесь и нам приходит на телефон если у нас есть установленная приложуха на телефоне что происходит на лодке кто туда залез кто что происходит что делает в общем все здесь есть и видно и вот мы подошли к основному экрану управления системами лодки вот такая вот казалось бы умная штука но на самом деле это обычный планшетик просто красиво сюда вставленный да еще и на винде друзья да это виндузиатный планшет если вдруг он заглючит как обычно любят делать винда вот тут есть дырка для того чтобы нажать кнопочку power of reset и так далее что бывает поэтому имейте ввиду вот эта вот штука просто накрывает нам этот планшетик здесь итак основной экран управления лодкой закладка home мы видим здесь состояние по лодке в целом дизельные танки под ними кнопки управления помпами перекачки топлива либо балансировки топлива дальше водные танки циферки показывают сколько литров цвет их показывает скажем так обращает внимание на то что красный бак либо полон либо пуст почти полон почти пуст оранжевая скоро будет почти полон почти пуст и белая что все как бы нормально под ними мы видим кнопочки помп пресной воды если они включены и горят зеленые лампочки значит система у нас находится под давлением из баков нашей пресной воды если мы подключаемся к берегу то в принципе чтобы вода не забиралась из баков чтобы вода не забиралась из баков при подключении к береговому давлению нам надо отключить эти помпы иначе они все равно при падении давления будут качать воду из баков чтобы она не расходовалась и помпы были отключены нам нужно еще сделать одну штуку мы принудительно включаем туалеты принудительно включаем туалеты тут я хочу немножечко пояснить друзья смотрите туалеты умные за нато не знаю для чего но когда мы отключаем насосы пресной воды у нас отключаются туалеты вот я сейчас специально еще раз от помпы у нас отключены и в туалетах у нас будут светиться вот такие вот красные лампочки вот не знаю видно нет красная лампочка горит и туалет не работает странно заработал туалет не работает для того чтобы туалет заработал нам нужно на закладке техникал принудительно включить эти системы туалеты по левому борту и туалеты по правому борту соответственно туалеты отключаются еще в случае если у нас переполнен бак серый черных вод то есть если фекальный танк у нас заполнен об этом знает система и туалеты также выключится но если вдруг по каким-то причинам надо все равно нам добавить туда еще что-то в эти фекальные танки мы также принудительно на свой страх и риск запускаем эти две системы вот раз уж мы находимся на вкладочке техника хочу сразу сказать что на этой вкладочке у нас находятся все кнопки управления насосами помпами и так далее системами которые мы можем включить выключить принудительно в нормальном состоянии все вот эти вот элементы управления включаются автоматически обращаю ваше внимание то есть включение принудительно этих систем все происходит лично под вашу ответственность также если у нас по какой-то причине данный умный виндовый планшет перестал работать мы можем запустить вот эти вот основные системы из-под вот этого вот пола у нас находятся вот блочок точно с такими же кнопочками подписанными и мы можем это как бы еще один такой emergency пост где мы можем включить принудительно данные системы имейте в виду но все оно включается в автомате и только в каких-то исключительных случаях мы можем ими воспользоваться вот как в данном случае с водой позиция water maker показывает в какой бак будет наливаться вода либо из опреснителей либо из системы заправки водой с под берега нажимаем кнопочку и меняется спорт на старборд дальше на этой закладочке снова вернемся на закладку home у нас состояние баков серых и черных вод и помпы откачки серых и черных вод если мы их поставим помпы включены то всякая вода которая будет сюда поступать в эти баки будет вскоре автоматически выкачана выкачивать она начинает по моему с 30 и 40 литров как только здесь наберется 30 40 литров в одном или втором баке автоматически эта вода будет слита за борт то есть эти кнопки могут быть включенными в таком случае вода у нас будет откачиваться за борт если мы заходим в марину или заходим в какую-то бухту где купаются люди то конечно же эти помпы желательно выключить чтобы серые и черные воды накапливались у нас непосредственно в баке это кусочек экрана показывает состояние заряда сервисных батарей здесь потребление заряд от от генератора и заряд от альтернаторов по правому по левому по правому бортов дальше переходим на закладку electrical electrical закладочка у нас рассказывает о том в каком состоянии у нас батареи подрулик находится каждый в своем поплавке ближе к форпику вот затем домашняя батарея в каком состоянии и в каком режиме находится вот сейчас она у нас находится в режиме разряда отдачи напряжения дальше включение инверторов видим что у нас инвертор на 120 вольт выключен хотя кнопочка здесь стоит так вот точно выключен вот инвертор на 230 вольт включен дальше зарядка идет от берега это зарядное устройство вот дальше зарядное устройство от солнечных панелей альтернаторы ну они тут объединены в один хотя работают оба двигателя вот и таким образом хочу обратить внимание на нюанс вот этой вот позиции зарядка от берега вот здесь вот этими кнопочками мы можем выставить лимит зарядки очень удобная опция если мы приходим в марину у которой стоит слабые слабое береговое питание ограничено допустим 16 амперами всего лишь а здесь у нас на зарядку можно подать 30 ампер естественно при подключении к береговому питанию от 16 амперного предохранителя он сразу же выбьет и вот для этого у нас здесь есть кнопочки управления лимитом этих батарей через каждые 5 ампер он будет меняться от 0 до 30 ампер так вот изменить этот лимит можно только в том случае когда у нас батарея находится ниже 50 процентов это нюанс это глюк это недостаток но просто имейте в виду что пока у нас система не находится в аларме что уже больше половина разрядилась вот эту вот позицию она будет у вас светиться нулем и ее изменить никак нельзя хотя на ней на самом деле выставлен пред предыдущий лимит вот в нашем случае 30 если мы сейчас просто придем в марину с дохлым питанием подключимся к берегу она выбьет все автоматы а здесь мы ничего изменить не сможем пока у нас батареи не сядут в общем имейте в виду что вот здесь есть момент возможно это только на нашей лодке возможно это на других лодках как-то по-другому но имейте в виду и да можно это дело еще изменить через вектрон кто знает что это такое молодцы но в нашем случае нельзя потому что виктроном управляет вот этот умный монитор и все тыцанья по порталу vrm виктрона ничего собственно не дают поэтому вот такая вот печаль все только отсюда и все только таким вот глючным корявым способом дальше немножечко перекинемся на работу с чарт плоттером здесь все стандартно все как у всех единственное что вот на вот эту закладочку мы видели вывели все наши камеры которые сейчас отключены это индивидуальные настройки это не относится ко всем лодкам данного типа здесь у нас есть фильтр обратного осмоса для питьевой воды его блок находится вот за вот этим шкафом нужно будет нам высунуть вот этот вот выдвижной шкаф залезть вовнутрь и добраться до этих самых мембран и фильтров также туда может понадобиться нам залезть в том случае если у нас перегорят предохранители на лебедках на флайбридже блок предохранителей 2 точнее блока предохранителей находится вот за этим фальш потолком точнее вот в том месте поэтому чтобы до них добраться нужно будет все равно разбирать вот этот вот шкаф залезать туда вовнутрь и вот таким вот макаром вот там находятся предохранители лебедок на флайбридже вот такая вот печаль к по каждому поплавку у нас находятся топливные баки баки питьевой воды и серые либо черные баки так вот в хозяйской половине находится бак который собирает в себя серые воды а в гостевом поплавке находится бак который собирает сами черные воды зачем мы сюда полезли вот это помпа которая откачивают либо черные либо серые воды все это включается автоматически просто чтобы вы знали где это находится в райском поплавке возле вот в этом рундуке находится вот такие вот интересные два краника эти два краника отвечают за транзит воды между поплавками транзит пресной воды горячей и холодной между поплавками нужен для чего если мы подключаемся к давлению от берега то нужно чтобы давление от берега проходила по обоим поплавкам и тогда вот эти два краника мы открываем и вода идет у нас на оба поплавка их можно в принципе не закрывать тогда у нас две помпы пресной воды будут работать в паре на оба поплавка одновременно но если мы допустим хотим проводить какие-то технические работы с системами по одному из поплавков тогда мы закрываем этот краник два краника транзита воды пресной вот и тогда мы можем полностью отключать и работать с системами воды на каком-то из нам необходимых поплавков ближе к корме в рундуке у нас находится фильтр фильтр и кран и кингстон забора соленой воды для кондиционера и вот там вот в глубине вот там вот в глубине находится бойлер также здесь мы имеем кучу кранов которые перекрывал перекрывают потребителей воды и фильтр для ледогенератора передней части каждого из поплавков находится вот такой вот рундучок вот такой вот рундучок в котором находятся батареи для работы подрулик это блок из четырех пар батарей то есть 24 вольта 400 ампер часов у нас для работы подрулик на что я обращу внимание вот это вот грибочек это предохранитель подрульки если сюда будет кто-то лезть класть что-то или что-то делать и случайно его нажмет то подрулька работать не будет либо он выбьет вот вы чтоб знали что здесь грибочек предохранителя подрульки вот сама подрулька и рядом с ней слева вы видите кран с красной крыши ручечкой перекрытый это кран слива воды из пространства форпики как я говорил он почти герметичный там перелив где-то сантиметрах на 60 вот и случае чего если вдруг там попала вода ну допустим закрыть забыли закрыть крышку люка в форпик пошел дождь и так далее если там набралась вода в нормальном положении это закрыто краник слива воды с форпика ну а если что проверить и слить можно вот таким вот образом точно такой же рундук находится по левому борту им интересен у нас средний рундук в полу в правой части вот он точно такой же как в левой хозяйской части которые мы смотрели здесь нету у нас кранов которые делают транзит воды но здесь у нас вот есть помпа откачки черных вод и здесь у нас есть вот два автоматических трехходовых кранов которые как раз переключают воду на заполнение баков либо от берега либо от опреснителя они переключаются автоматически по заполнению баков либо же на вкладке техника мы можем указать конкретно в какой бак будет первым лить опреснитель либо берег когда он заполнится они у нас автоматически переключатся на другой банку и теперь каратенечко про возможные технические неисправности возможные технические неисправности и способы их избежать значит первое что может не работать на санрифе конкретно эта информация не только от меня но и от других пользователей санрифов первое что частенько бывает это выходит в нерабочий режим радиостанция как это выглядит примерно вот так я специально не убирал это дело мы ее включаем вот загорается вроде бы как экран но он светится таким черным черным светится черным такое бывает вот и при этом шо вот нижний пульт что другой не имеет значения все я его выключил вот такой вот черный экран на райн марине в санрифах это очень часто распространенная болячка из-за чего это случается из-за того что это мое личное наблюдение из-за того что рация постоянно включенная ее невозможно выключить на время длительной стоянки она все время включена и вот когда она долгое время включена она сваливается в какой-то гиперсон и потом из этого сна она уже не выходит и чтобы ее чтобы ее вывести из этого состояния выводится это только включением и выключением питания и это питание находится очень далеко неудобно и поэтому вот зачастую забыл полезть куда-то там под потолок выключить простояла рация 3-4 дня и провалилась в такой вот анабиоз после чего надо все-таки лезть включать и выключать об этом чуть позже где включать и выключать следующее если вы забыли включить точнее выключить сонар у вас также будет проблема вот сонар вот вы сейчас видите излучение отключена как его включить в райн-марине видите включить все эхолот и включить все эхолот и если забыть их выключить когда не надо они вам то и сонар тоже уйдет в глубокий в какую-то гибернацию и не проснется уже до тех пор пока вы не перезапустите всю систему жестким отключением питания один нюанс касаемый эхолота и лага эхолот меряет глубину от поверхности до дна а лаг меряет смотря как он настроен но в основном меряет глубину под килем от нижней точки и нюанс какой что если у нас включен эхолот то вот в нашем случае не знаю возможно она где-то настраивается пишите в комментариях то если включен эхолот у нас показывает глубину от поверхности воды допустим 3 метра а если мы выключим эхолот то у нас система переключим переключается на лаг и он показывает уже глубину под килем и это будет уже один метр и тут самое главное вот ориентироваться вот в этих показаниях возможно где-то это настраивается еще раз пишите в комментариях что что в общем такой вот нюанс мы будем думать что у нас три метра под килем а на самом деле это показания эхолота и это от поверхности воды и можно нарваться на неприятность это вот такое вот я наблюдение сделал совершенно недавно и так не забываем отключать эхолот если он не нужен вот кнопочка питания и вот здесь включить выключить эхолот и иначе он уйдет в сон точно так же как вот этот вот rain marine вот точно так же отключаются и радары не забывайте выключать радар от питания вот здесь вот в программно в черт плоттере иначе все они уходят в очень очень глубокий сон и потом разбудить их можно только конкретной перезагрузкой всей системы где это делается на санрифе показываю значит вот вот это вот панель справа от мачты если смотреть по ходу движения мы ее открываем ее открываем и видим здесь какую-то часть оборудования rain marine и кстати вот вы видите что у нас rain marine вот этот вот блочок посередине светится красным что говорит что он ушел на перерыв или в отпуск поэтому у нас и черный экран на трубке самой вот чтобы перезагрузить как минимум вот эту рацию и автопилот в целом нам придется вот этот вот автомат выключить а затем включить после чего у нас все придет снова в норму именно поэтому как бы вот это и основное неудобство лезть туда отключать вот то в случае если что когда оказалось бы можно было бы сделать это какую-то удобную кнопочку что кстати я и собираюсь когда-нибудь сделать если будем еще работать на этой лодке вывести отдельную кнопку хотя бы на выключение радиостанции чтобы не было вот таких вот ситуаций когда тебе надо выйти на связь с мариной а у тебя уже уснул давным-давно rain marine вот такая вот бедища дальше чтобы еще отключить часть электроники навигационной ранмарин а конкретно черплоттеры те же самые виндексы по ветру и лаг то вам необходимо полезть вот сюда вот в эту вот нарнию чтобы включить свет в нарнии нужно включить вот эту вот кнопочку кстати сразу скажу здесь у нас находится мониторчик контроля разряда батарей обычные вик троновский вы его все знаете это экстренное глушение двигателей кнопочки это вторая система пожарной сигнализации которая не выведена через интернет то есть это локальная локальные датчики родные санрифовские датчики дыма и огня вот так но мы остановились на том что нам надо в нарнию залезть попасть и вот это самая нарния и вот вот те светящиеся зеленые штучки и вот автомат слева он отключает вторую половину навигационного оборудования если вам понадобится перезагрузить вот эту вот систему то вот одна один выключатель под потолком второй вот этот вот в норе здесь дальше раз уж мы здесь тут у нас есть блоки предохранителей не подписанные схем электрических на лодке нет это является интеллектуальной собственностью санрифа поэтому все решается общением напрямую с сервисным центром и они вам рассказывают если вы пожалуетесь что у вас что-то не работает куда лезть в какой блочок смотреть какие предохранители на моем личном опыте у нас есть электрическая открывающаяся дверь вот с этого красивого пульта нажимаем pin unlock разблокируется сама дверь загорается зелененьким кнопочка открыть эту дверь и вот она поехала пошла открывается эта дверь то же самое можно делать и снаружи вот те же самые кнопки за исключением одной вот кнопочка которая блокирует открывание двери вот это вот блокирует открывание двери снаружи то есть когда мы лодку закрываем уходим то вот не забывать здесь блокировку открывание двери снаружи нажать так вот вот эта вот система она тоже глюкавая как все в принципе в санрифе и она если уже заглючила и не работает у нас дверь не открывается не закрывается вот эта панель может не светиться может светиться но не реагировать на нажатие кнопок то мы лезем вот в этот вот подвал и вот там вот внизу вот самый нижний неудобный блок предохранителей самый левый предохранитель отвечает за отключение от питания этой самой двери и после того как вы выкрутите этот предохранитель и включите его обратно у вас она заработает других способов нет чтобы ее обесточить более как-то удобно нету только вытащить предохранитель и включить его обратно также по этой нарнии что я вам хочу сказать вот этот вот шкафчик вот этот вот шкафчик с автоматами он отвечает за отключение и защиту потребителей которые запитаны через инвертор инвертор 5 киловаттный напряжение и мощности хватает на многое вот но если что вот здесь вот можно этих потребителей отключить сверху такой же самый блочок чуть поменьше отвечает за потребителей подключенных к инвертору 120 вольт и вот этот вот серый ящичек это у нас блок предохранителей вот это просто это не выключатели это предохранители гарантированного питания то есть это системы системы каждый предохранитель подписан которые у нас работают независимо выключен ли главный рубильник лодки сервисных батарей вот так вот на самом деле система с питанием этой лодки это тема отдельной большой такой лекции никому нафиг не нужный я просто хочу сказать что если вы полезете в блок сервисных батарей найдете огромный выключатель этих сервисных батарей и выключите его то вы даже не заметите что у вас на лодке отключилась потому что он отключает только инвертор насколько я понял все остальное почему-то остается работоспособным и процедура отключения данной лодки от электросети полностью она в общем требует каких-то просто танцев с бубном и прочего прочего она вот настолько не хочет расставаться с питанием что это в общем не надо ее отключать от берега если это вам просто жизни не угрожает опасность пусть она будет все включено подключено к берегу питается просто по выключаете сами вручную потребители там холодильники все 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 вот она пусть будет все запитана иначе если вы это все выключите то не факт что она включится все хорошо и корректно вот такая моя рекомендация это вводная часть инструктажа и нам осталось просто рассказать еще о двух моментах дистанционные пульты управления для трапика вот так он выглядит и дистанционный пульт управления для платформы гидравлической вот так вот он выглядит и конечно же самое вкусное это дистанционный пульт управления лодкой duck made очень классная штука и дорогая потому и дорогая что очень хорошая так вот друзья мои что здесь есть джойстик управления двигателями вперед оба двигателя назад оба двигателя наискосочек это вперед один двигатель либо наискосочек назад один двигатель в бок это работа под рулик прокрутить джойстик это запустить в раздрай двигатели и лодка будет вращаться вокруг своей оси очень удобно очень круто также это отдельно включение под рулик у нас их две и обе носовые поэтому это влево вправо одна носовая это влево и вправо другая носовая это якорная лебедка поднять опустить якорь и если мы нажмем на этот джойстик то у нас будет еще и работать горн вот включается очень просто кнопочка включения и чтобы этот пульт обратил на себя внимание если мы вдруг снова перешли на управление ручное то вот надо нажать кнопочку кмд чтобы загорелась зеленая лампочка совсем не трудно разобраться да кстати и данный пульт он чем дальше мы нажимаем на джойстик тем больше увеличиваются обороты двигателя к этому надо немножечко привыкнуть чтобы не газовать сразу на всю катушку плавненько нажимаем плавненько отпускаем обороты двигателя изменяется очень круте зная штука очень удобная полезная но с ней надо разобраться и к ней надо привыкнуть хорошая штукенция ух друзья ну что ж на этом краткий технический вводной инструктаж можно считать законченным я понимаю что это видео будет несколько трудным для восприятия с первого раза но если его прослушать несколько раз то что-то да в голове и отложится собственно вот это такой небольшой свод знаний который должен знать каждый шкипер работающий на своей лодке и да друзья рекомендую писать судовые журналы поделюсь опытом как веду судовой журнал я судовой журнал в нашем случае не это не догма но я считаю что вот так вот ввести судовой журнал очень понятно и удобно здесь у нас есть четыре закладки первая закладочка это у нас просто именно самый что ни на есть судовой журнал в нем мы записываем каждый день и основные события за этот день что мы делали что случилось что сломалась что починилась какие деньги мы расходовали куда и когда и на что и все вот это из-за дня в день мы записываем потратив совсем немножечко времени но друзья это нам дает полную картину того что с нами происходило за предыдущий участок времени и отчитаться перед своим работодателем за что ты получаешь деньги на что ты их тратишь и чем ты занимаешься на лодке ну и самому в голове освежить также данная информация очень полезна тем кто вас будет заменять в этом судовом журнале получается полная картина всех происшествий всех работ и всего того что делалось с лодкой также прочитав это в принципе можно даже и не сильно долго разговаривать с своим сменщиком то есть вот первая закладка это именно лог файл всех ваших действий посуточно со всеми происшествиями что есть следующая закладочка вопросы и работы необходимые по лодке если какие-то события сломалась то то необходимо замена чарт плоттера необходимо установить кран то есть сюда мы записываем все что нам нужно в перспективе сделать починить исправить следующая закладка это закладка инструкций коротких заметочек нюансов по эксплуатации лодки и здесь мы пишем все что считаем нужным для себя для владельца лодки или для того самого парня который будет когда-нибудь выполнять вашу работу и в общем здесь каратенечки инструкции того как работают системы также очень полезно и удобно и последняя закладочка это ваша бухгалтерия отчеты перед владельцем что и когда вами тратилась на благо лодки ну и здесь я складываю все чеки собственно вот вот эти наскальные рисунки вот сведенные в одну книжечку под названием бортовой журнал это просто та самая библия которая очень очень поможет как вам так и вашим последователям в управлении данной лодки на этом друзья я заканчиваю этот поучительный надеюсь и познавательный для вас ролик всем удобного ветра всем замечательного настроения всем прекрасной работы которая вам нравится и чтобы 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 у всех был просто вот замечательный сезон яхтенный и вы нашли ту самую лодку на которой вам будет приятно работать всех благ всех обнял и всем всего хорошего пока и и и и и и и и